А пока мы видим то, что индекс РТС и ММВБ здесь, ну, трос примерно на полпроцента. Доллар утром стабилен, 46.50 стоит, за евро давит 58 рублей. В общем, эскалации на Украине не произошло, нефть немного дорожает. Мы видим, что такое затишье или спокойствие на российских площадках. Ну, а в эти минуты продолжает выступать на саммите АТЭС в Пекине российский президент Владимир Путин. Предлагаю послушать. К сожалению, нет возможности сейчас послушать выступление Владимира Путина на саммите АТЭС. Как только появится первая возможность, мы обязательно ее реализуем. Оставайтесь с нами. Мы пристально следим за происходящим. Ну, а теперь о других событиях. Для России саммит, по сути, стартовал еще накануне. В ходе переговоров с Китаем российская делегация подписала несколько соглашений в сфере энергетики. Роснефть подписала техсоглашение с CNPC, которое предусматривает дополнительную поставку в КНР 5 миллионов тонн нефти ежегодно. Также компании заключили рамочное соглашение о покупке китайцами 10% в Вангкорнефти. Это дочка Роснефти, созданная для освоения вангкорского месторождения. Ну, а Газпром и CNPC приблизились к подписанию контракта на поставки топлива в Китай по западному маршруту. Заключено соответствующее рамочное соглашение, которое как раз регламентирует работу над самым ожидаемым российско-китайским договором. Правда, изначально стороны планировали подписать. Это осенью уже сам контракт. Но в октябре в российском Минэнерго назначили новый срок. Первая половина следующего года. Речь идет о ежегодных поставках 30 миллиардов кубометров газа по газопроводу Алтай с месторождений Западной Сибири. Это ресурсная база, которая в настоящее время используется нами также для поставок газа в Европу. И это проект, западный маршрут, который обеспечит нам диверсификацию поставок газа с наших традиционных регионов газодобычи. Стороны договорились о том, что мы будем стремиться к скорейшему подписанию документа, хотя также указаны и временные рамки до конца 2015 года. Мне. Ну и сейчас возвращаемся к основной теме, к речи Владимира Владимировича Путина на саммите ТЭС. Послушаем. Если не сказать огромными минерально-сырьевыми ресурсами, транспортными возможностями. Это, если иметь в виду Белоруссию, приближение к европейскому рынку. И научный потенциал очень высокий. Но самое главное, что работа этого и принципы, которые заложены в основу работы этого объединения, построены на базовых требованиях Всемирной торговой организации, полностью и стопроцентно ей отвечают. Мы перешли, как я уже говорил в своём выступлении, на более высокую стадию взаимодействия и интеграции. Мы полностью убираем таможенное регулирование между, практически полностью, между странами-участниками процесса этого интеграционного. Мы выходим на свободное движение капиталов, услуг, рабочей силы. Мы синхронизируем наше налоговое, финансовое законодательство и переходим к регулированию, совместной работе по регулированию финансовых рынков. Вот всё это, на мой взгляд, создаёт очень хорошие предпосылки для того, чтобы уверенно и безопасно работать на этом достаточно большом рынке, иметь возможность прогнозировать свою деятельность и получать хорошую прибыль. Мы чувствуем себя защищёнными, имея в виду, повторяю ещё раз, это очень важное обстоятельство, что принципы полностью соответствуют требованиям Всемирной торговой организации. Мы очень рассчитываем, что наши партнёры во всех регионах мира, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это скоро почувствуют. Так, ещё раз, пожалуйста. Мы очень хотели бы совместные предприятия в России организовать, но мы изучали российские законы о иностранных инвестициях, то есть об инвестициях иностранных государств в России, но, как нам кажется, не всё это ясно. Особенно, в частности, того, что существуют очень большие полномочия государственных органов в отношении иностранных инвесторов. Вот я хотел бы узнать, будут ли какие-то улучшения в этой сфере в России? Ну, я уже говорил, уже говорил в своём выступлении. И ещё одно сообщение, которое пришло с саммита АТЭС. Ослабление рубля не должно привести к резкому росту цен на продукты, успокоил глава Минпромторга Денис Мантуров. Повышение стоимости продовольствия за обвало курса нацвалюты возможно только если взаиморасчёты с поставщиками ведутся в долларах и евро. Давайте послушаем, Владимир Владимирович. Путин отвечает на вопросы на саммите АТЭС. Есть так называемая дорожная карта по устранению административных барьеров. И, как я уже сказал, в целом ситуация меняется к лучшему. Вот мы значительно продвинулись и в рейтинге «Доинг-бизнес». Но дело не только в этих рейтингах, дело, конечно, в реалиях и в практической жизни. Речь идёт и об облегчении регистрации предприятий. Есть речь идёт об облегчении подключения к инфраструктуре, к энергетической, прежде всего, инфраструктуре. Речь идёт о снижении давления со стороны, прямо скажем, правоохранительной системы. Это всё находится в поле нашего внимания постоянно. И анализ того, что происходит на рынке, обратная связь с предпринимательским сообществом даёт нам основания полагать, что процесс движется в правильном направлении. Наверное, и далеко не всё ещё сделано, но мы прекрасно отдаём себя отчетом в том, что надо делать и как надо делать. Речь идёт и о фундаментальных вещах, о которых я тоже упоминал. Прежде всего, о бюджетной политике, о сохранении макроэкономических показателей и вообще принципов макроэкономической политики. Речь идёт о нашей поддержке экспорта. Здесь мы вырабатываем в начале, к сожалению, этого пути, но мы понимаем, что нужно делать и в этом направлении. Речь идёт, повторяю, о поддержке экспорта. Поэтому, если вы приходите работать в Россию, речь идёт не только о работе на российском рынке, но и о возможностях через Россию работать на рынке третьих стран. Это большой комплекс вопросов. Хочу подчеркнуть, каждый из сегментов этого...